Кстати, такая оригинальная мысль, для многих она возможно непонятная, вот смотрите, если бы все дело заключалось в пищеварительных ферментах, то грубо говоря, что мы и когда мы не съели, все бы переваривалось. Ну, бывают такие состояния, человек там понервничал в горе, вот казалось бы, съел, должно перевариться, а она не переваривается, то есть нету энергии. Есть такие состояния ослабленных больных, которые не могут переварить то, что он съел. Ну, поэтому, помимо ферментов, помимо хорошей еды, еще должна быть жизненная энергия, которая способствует тому, что у вас появляется аппетит, желание и возможность все это переварить. Поэтому не все сводится только к физиологии, и вообще-то неправильно сужать работу организма только к физиологии. Существует ряд других механизмов, которые существенно влияют на здоровье человека, на его состояние. Поэтому, в первую очередь, надо учитывать вот этот энергетический фактор, сколько у вас жизненной силы, способной восстановиться после операции. Некоторые, о, под старость там операцию какую-нибудь сделать, и, грубо говоря, человек, как его распонахали, он и ничего у него не зажило. Я видел старушек, дряхлых таких, у них на лице там какие-то ранки, причем они не гноятся, а вот ранка и все, кровь запеклась и не заживает. Нету энергии, понимаете, энергии нету для того, чтобы произошло заживление, для того, чтобы произошло пищеварение полноценно, для того, чтобы человек мог восстановиться после тех или иных вещей, в частности, например, после спортивных тренировок. Вот кто может восстанавливаться, и кто обладает такими способностями или средствами, тот прогрессирует намного быстрее, нежели человек, ну, тренирующийся обычным способом. Ну, сейчас как раз идет борьба таких интересных фармакологий по восстановлению энергетического потенциала спортсмена. И все это, естественно, попадает в разряд дупинга. И кто умудряется найти такой, который еще не изучен, тот и начинает прогрессировать. Вот что я вам хотел рассказать, что мне все сводится к тому, что вы там засунули, как мне Владимир Георгиевич Черкасов рассказывал, это тот человек, у кого я брал книги в 80-е годы, начало 80-е годы, и по которым я учился, то есть, книги Шелтона, Брега, Газавы, Паюги, других авторов. Они уже были, и, как правило, находились в научно-исследовательских институтах. Они уже были переведены, ну, там их изучали, но для широкого круга их не предоставляли. Поэтому он как раз говорил, многие думают, что пищеварение это как в трубу натолкал, и оно там все само переварилось, нет, чтобы переварить все это дело, надо энергии. И, кстати, вот почему я еще хожу, потому что, когда ты ходишь, организм начинает потихонечку заряжаться, потихонечку заряжаться, это выражается в том, что у тебя ускоряется, темп движения, тонус, чувствуешь, повышается, ну, и другие вещи. То есть, это простейший способ добывания энергии. Обычная ходьба. Ну, вот такую вот хотел рассказать вещь.